Ассаляму алейкум Ассаляму алейкум Всем салам алейкум, как дела? Альбом Аааа, я с Карвестана И у меня в детстве была любимая компьютерная игра Называлась СВЕН Для тех, кто не знает, это компьютерная игра, где по полю бегают овечки. И чтобы там победить, надо всех трахнуть. Я обожал эту игру, я дни напролет в нее играл. Но существовал один маленький нюанс. У нас в Крымстане тогда еще не было компьютеров. Но меня это не остановило, да? Я продолжал играть. Зато со зрением не было проблем. Вообще, заебись. Да, мне делали обрезание, да? Это было в Крымстане, мне было лет пять. И врачи вместо наркоза решили использовать традиционный метод. Меня положили на кушетку, и чтобы я не смотрел, что там происходит внизу, врач взял меня за подбородок и оттянул в сторону окна. И врач мне говорит, смотри, птички, облака. А мне член режут. Я думаю, какие нахрен птички, облака? Честно, даже если там ставят тиродактили, и мне вообще посрать будет, что там происходит. Переехал в Москву, и как любой кыргыз, переехавший в Москву, я начал сталкиваться с финансовыми проблемами. И долгое время просидел в такой социальной сети, как headhunter.ru. И там я заметил, что почти все работодатели в России оказываются ведущие компании России. Прикиньте, почти все. И там я наткнулся на вакансию. Модельный агент. Я приехал в офис, сделал, мне там все понравилось. Там был кулер, аэрохоккей, ничего себе. Я пришел, и там оказалось, что это вебкам-студия. Когда я это услышал, я старался сдержанно реагировать. Я такой, типа, ага, окей, нормально. Я в Москве, здесь так принято. Но внутри меня был кыргыз, который, и, на, какой вебкам? По-любому авантюра, блин. Я боюсь, что это очень далеко зайдет, потому что однажды где-то в центре Москвы я буду стоять раком и про себя думать, ага, окей, нормально. Я в Москве, здесь так принято. Но еще хуже, еще хуже, если внутри меня кыргыз такой, «Эй, базаронетный, я в Москве, двигаемся!» Да. Ну, в целом, нравится, нравится в Москве, потому что здесь очень технологично. Но у всей этой технологичности есть моменты, которые меня раздражают. У меня сформировался вопрос. Это насколько человеку нужно высказать свое мнение, вот эта потребность оставить свой комментарий везде, что в Яндекс.Картах появляются отзывы на остановке. Я один раз зашел в Яндекс.Карты, там было три абзаца отзыва на остановку. Я подумал, херня собачья, как можно обосрать остановку, правильно? И вообще, какие критерии должны быть остановки? Критерии оценки. Еда должна быть вкусная, кровать должна быть удобная, а остановка? Единственный человек, который может оставить негативный отзыв на остановку, это человек, который шел на эту остановку и не остановился на ней, блять. Такой еще момент. Я не понимаю, как весы появились в гороскопе. Там же овень, телец, близнецы, рак, лев, дева, скорпион, стрелец, козерог, водолей, рыбы и весы. Мне кажется, с таким же успехом в гороскопе мог появиться транспортир, я не знаю, был бы такой человек, который на все смотрит под другим углом, вот этот тип был бы. Не понимаю, почему у взрослых так прям ценится просыпаться рано. Просто у меня дядя, который все детство меня задрачивал с тем, чтобы я просыпался рано, и сам он тоже просыпался рано. Но как будто бы он не становился лучше, как человек, из-за того, что просыпается рано. Просто когда я просыпаюсь в 12, я могу встретиться с друзьями, поработать, выступить, и спокойно ложусь спать. Когда я просыпаюсь в 7 утра, я всем рассказываю, что я проснулся в 7 утра сегодня, я становлюсь токсичным уродом. Еще эти цитаты ублюдские, знаете, великих людей, типа Майка Тайсона. Он говорит, я просыпаюсь в 4 утра, потому что все просыпаются в 7 утра. Я делаю то, чего не делают другие. Я думаю, если это не делают другие, может, это нахуй не надо делать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!